Я Алексей, вы смотрите YouTube канал Парадигм И у нас обновление еженедельное Это такое вот время Да, как всегда, единственный момент Вот прямо, когда я начинаю записывать, надо обязательно мне позвонить кому-то В хите кто-то звонит на мобильник Это такое бывает Это бывает только со мной, вот специально Раз в неделю мне звонят И звонят именно тогда, когда я собираюсь записать видео Надо вообще не заряжать мобильник, чтобы этого не случалось Такой вот я везучий Ну, в общем-то, вот такие вот обновления Кстати, заметьте, давно вот этого вот ивента очень не было И здесь мне выпали фрагменты тенда А про фрагменты, в общем-то, тенда, это очень интересно Да, прикольно Не забывайте его использовать Ну, в общем-то, что я могу сказать Вот это давайте Зарубим, зарулим Да, без проблем Как говорится, дождался Так Ну, вроде все Здесь, по крайней мере А, еще Вот здесь вот же Почему я это сделал Вот тут еще тоже можно получить Взять еще два рефайна Много адвансет То есть не адвансет, а супер каких-то там рефайна Да, ролить ли свитки Вот в чем вопрос Значит, 5к я трежер Гнв трежер Тайм лимит и трежер ван А он у нас, кстати, есть Да, смотрите, есть у нас тайм лимит и трежер Так может тогда заролить Тут как раз Ягура дается Ну, правда, еще и Фу дается Мне нужен именно Ягура Ну, я даже не знаю Гара Казакаги у меня вроде бы скилброченный Фрагменты этого Хоширама Даже не знаю Ну, это Ягуру Ростки уброченного Было бы неплохо займить, конечно Так что, наверное, я буду ролить Сколько у меня там свитков 270, то есть этого хватает А только вот вопрос Ну да, это фидбэк А кроме фидбэка что-то еще будет Да, вот здесь вот, как вы видите Есть кисамы, то есть актуальные ниндзя Но понимаете, то, что здесь актуальные ниндзя даются Это как раз таки минус Потому что этих ниндзя я уже обозревал Ну, по крайней мере, без скилброков кисамы акулы обозревал И вот этого обозревал И вот этого, ну, вот этот у меня вообще уже полностью укроченный есть То есть я буду ждать, пока в Каноха Сауту эти дадут Какого-то крутого ниндзя Ну, в смысле, такого, которого я не обозревал Хотя у меня, если честно Сейчас дофигища просто Купонов на мультах То есть по 60 тысяч купонов на двух мультах у меня накопилось Нужно будет это тратить Значит, Табирамыч Табирамыч прикольный, конечно Мне бы он пригодился Но Обойдусь За купоны его покупать нафиг Нафиг нужно, как говорится Значит, вот эти вот Вообще какие-то дорогие Трежил Тулс Ультимейт Эссенс Какая-то слишком дорогая Итачи Учиха А, Кимоно, Кимоно Итачи Кимоно я тоже обозревал Так что, в общем-то Так себе Не рекомендую вам сюда донатить Значит, здесь Кушина Крисмас Какаши этот Ну, мне один чувак писал, что он разочарован в том, что Какаши купил При том, что, типа, Кимимара ему нравится И что он, типа, суперкрутой Ну, Какаши крут он в массовых замесах То есть, если противники начинают бить очень сильно Ну, типа, обилки применять То, если Какаши доживет до того, как Они закончат это делать и выживет То он, в общем-то, много урона будет наносить А во втором раунде там уже его обилка идет и так далее Ну, в общем-то, ему нужна мощь То есть, если ты слабее сильно по мощи, чем у противника То ты рискуешь, чтобы не дожить Но, в целом, он самый лучший из Какаши И это прикольно Джука Так, ну, это Минато Всем советую, сам купил Значит, здесь у нас опять кто-то будет что-то донатить сюда О, тут фрагменты этой цунады Конечно, дорого, но Ну, блин, ну Она ж кэнсер Она самый адский кэнсер И это я ненавижу на самом-то деле Тут вот новая цунада Вот это вот Swim Suits, да Так, Refresh in Summer Вот если она у кого-то есть, дайте на обзор Она няшно выглядит очень Она молодая, смотрите здесь Очень прикольно Кстати, странно Она тут не Милфа А как бы цунаду, я думаю Любят анимешники Типа, те, которые любят Милф Потому что она типа Милфа Очень крутая Милфа Ладно Хотя у нее вроде бы дочерей там нет Но она по сути Сакуру воспитывала там И так далее Кстати, а у Сакуры своя мать есть И отец, и все остальные Непонятно, кстати Если о родителях Саски мы знаем О родителях Наруто мы знаем А вот родители Сакуры Я чуть не слышал ничего о них Кто эти Харуны? Харуну Она что, это сирота, что ли? Или у нее приемные, или кто? Ну, в общем-то 30 тысяч купонов Тут Шисуи и Мадара На выбор И Кисамы Да И Паверпак Ну, я бы брал Паверпак Если бы брал вообще Но пока что я не спешу Я буду 30 тысяч купонов копить И тогда уже, может быть, и куда-то вложу А сейчас у меня даже половины от этого нет Ну, и в общем-то Здесь мы разобрались И, конечно же, тут у нас Да Тут у нас, конечно же, вылет Итак, продолжаем Блин, пришлось перезагрузиться Это ужасно Это ужасно, скажу Хочу вам сказать Ой-ой-ой Не ту музыку включил, зараза Надеюсь, не прилетит копирайт Ну, в общем-то Ладно Посмотрим, что тут мы не открыли Хотя я недавно открывал Некоторые из этих паков Но только некоторые Решил уже не записывать прямо все Сан-мув, естественно Да уж Кросстейшн По-моему, я его уже покупал Поэтому Гигантскую устрицу давайте Чарм паки Аж 16 штук Получилось взять На самое время А, точно Я чуть не забыл У меня же купили чакру Чакру воды, по-моему Надо еще продать Надо продать чакры больше Ой, гроуп трейдс Не сюда Не сакрифайс О А то у меня 368 единиц И мне лень постоянно ее продавать Так, сел Ватер Стоп Вата У кого-то много ватер чакры Окей, я возьму Конечно, мне больше воздух нужен Но земли у меня очень много Так Возвращаемся Так вот Я говорил, что я Не люблю ислам Ну да, правда Это видео не об этом Но в общем-то То, что я не люблю ислам Это не значит Что я не объективен И то есть Я В Нагорно-Карабахском конфликте Остался посередине То есть Я не стал ни за кого впрягаться И так далее Да и вообще Это не имеет значения Никакого Потому что Никак Помогать Другой Той или другой стороне Я не могу В принципе И поэтому Собственно Как я сказал Я считаю Это больше Конфликтом Этническим Или каким-то таким Государственным Идеологическим Чем религиозным Плюс Как я сказал То есть Ну что Я могу сказать Я хочу сказать Что В общем-то Не буду Приплетать Свою нелюбовь К исламу К этой всей фигне Хотя Как я сказал Что Азербайджанцы Что армяне Оно Говно Как говорится На смысле Есть и хорошие И плохие люди И там И там Ну мне Как бы Армяне Особо Вообще не встречались А те что встречались Они были тихими Или занимали Какие-то посты Коррупционные И так далее То есть Коррупцию Они по опыту Любят А Азербайджанцы Ну я одного Встречал Это Мудак Еще тот был Ну Не знаю То есть Впрочем Мудак Не намного Лучше Например Молдаванина С которым Он собственно Там Мудачил Так что Это все Еще та херня И разбираться В этой В том Ну какой Скажем так Народ Вообще Нет смысла Потому что Есть разные люди И в том И в другом Народе И надо было Решать все эти Конфликты Уже давно Нужно было Вот Тогда Когда Была Возможность Просто Избавиться От всех Претензий Каким образом То есть Обменять То есть Некоторую Территорию Отдать Азербайджану И Спокойно Как бы Разойтись Ну то есть На компромисс Идти А сейчас Уже Что ж Те В начале Войну Устроили Теперь Эти Устроили Ну а В будущем Как бы Ну не в будущем А в киберпарадигме Можно так сказать Как я сказал Возможно Будет Возможность Да Возможно Будет Возможность Здесь Кстати Нечего Мне Практически Покупать Жесть Конечно Ну в общем То Мультиподчинение То есть Регион Чтобы Принадлежал Одновременно Нескаким Государствам Я считаю Это решение И был Относительно Автономным То есть Автономный Регион Который Над которым Определенную Власть Имеет И одно Государство И другое Я считаю Это единственное Возможное Решение И как бы Регион Может Как бы Сам Решать Как бы С кем Какие Договора Ему Строить Ну кроме Основного Типа Что там Доступа Граница Односторонне Открыта И с той Страны И с другой Страны Вот есть же Там Какие-то Швеции Там Норвегии Которые Друг другу Дарят Территорию Просто так То есть Там Кусок горы Взял Подарил Там Что-то Еще Взял Другому Подарил На день Рождения На день Рождения Государства Так скажем Подарили Ну и Что у нас Остается У нас Остается Здесь А Кстати Может быть Меобоку Гифтов Хватит На что-то Вполне Невозможно Да Так и Получилось Ну и В общем-то А Да Выборы В США Конечно же Начинаем Тут Разводить Политоту Конечно же Вы Напишите Хотите Вы Чтобы Я ее Разводил Или Нет Впредь Ну то есть Как бы Я иногда Развожу И вроде бы Никто Не жалуется Но С другой Стороны Все-таки Это ролик Не про нее Но О чем-то Говорить Надо У меня Или философия Или политика Третьего Не дано Так вот Надо Что-то Тут Улучшать Начнем Пожалуй С Мината Ух Нифига себе Сразу 18 Жж Можно Сюда Засунуть Это Так Необычно Слушайте Это Как-то Неправильно Трудно Будет Теперь Повышать Остальные Магатамы Нужно Не забывать Что нам Нужно Хранить Какие-то Магатамы На случай Если будет Задание Повысить 10 раз Например Магатаму Ну здесь В принципе Все Уже Довольно Хотя Вот Смотрите Тут Сколько 900 Ну что Гоу Мината Повышать Или нет Гоу Повышать Мината Или не Повышать Какой Здесь Уровень 910 Жестко И здесь 665 Тоже Не так Уже Мало 665 1170 Конечно же Если где-то И повышать То здесь Давайте Повышать Попытаемся Оранжевый Получить Трудно Конечно Будет Хотелось Больше Критикала Ну пожалуйста Пусть будет Критикал Бонусный Ну так вот Насчет Выборов То есть Я на самом-то деле Был приятно Удивлен Выборами В США То есть Ну Если честно Обычно Чем больше Как говорится Тебя пиздят Тем больше Тебе нравится Тот Кто тебя пиздит Ну это такая Человеческая Психология Ну Со мной Это не работает Но я как бы Ненормальный Вы же понимаете Я хикан Все дела Шизоид И так далее Но Как бы Северная Корея Подтверждение Этому То есть Чем больше Гнобишь народ Тем он Тебя больше любит Правила Каждого Диктатора Так Че Я уже подумал Что не могу Больше Пьюрифайть Это было бы Странно Вот Критикал Фиолетовый Может быть Так и оставить Все таки Фиолетовый Это уже Что-то Ну ладно Вот это Вот самая Жесткая Фигня С этими Рифайнами Пюрификейшеном Просто Очень Жестко То есть Все на рандоме И гигантское Количество Этих Рун Надо Вливать Так вот Как я и сказал То есть Трамп Это был Этот Не Он и не правый И не левый Понимаете Он тупо Щенок Кремля То есть Он Путинское Государство Пытался Построить Байден Не идеален Опять же Старый Меня больше Все беспокоит Что там Одни старики Вот эти Баллотируются Тот же Трамп И тот же Байден И все остальные Но Если Байден Умрет Как бы Там будет Вообще Женщина Так как Она вице-президент То она Может стать Президентом И то есть Будет Исполняющей Опязанности Президента В Америке Женщина Ну Я не то Чтобы Фанатею От этого Но не то Чтобы Сильно Против Во-первых Потому что Америка Это не там Где я живу И как бы Посмотрим Попкорн Достану И буду смотреть Как будет Управлять Ну Ну И вообще То есть Красавчик Короче Так Так вот То есть Как я сказал Этим Республиканцам Им нужно Теперь Зализывать Раны То есть Хауев Трамповских Куда-то Девать И вместо Них Ставить Заново Нормальных Правых А не Просто Типа Коррупционеров И дебилов Потому что Трамп Это конечно Ужасно Как там Латынина Вам расскажет О том Что В США Не должен Править Как бы Истеблишмент Американский То есть А какой Должен Править Российский Что ли Дело в том Что там Такая система Если бы Ну Если бы Трамп Нет Трамп бы Такого не сделал Но в общем-то Если бы Кто-то там В Америке Киберпарадигму Прямую власть Народа Решил устанавливать Это одно дело Но там До такого Даже вообще Не идет Потому что Их вполне себе Устраивает Старая система А в старой системе Правит именно Истеблишмент Потому что Это суть Вот этой вот О офигенно Это просто То что нам нужно Давайте еще Контрола Немножко Синенький Давайте Контрол Чтобы уже Не возвращаться К этому Ну Жену Ну ладно Зелененький Так зелененький Немножко Совсем Вот это Да 368 Повысили Да Неплохо Неплохо Ну что Попробуем Еще Какую-нибудь Часть Прогрейдить 665 Вот здесь 910 Но может Не хватить Тут как раз Осталась Критика В инжуре И вот Вопрос Что из этого Нам качать Ну давайте Что качнется То пусть и качается Надеюсь В этот раз Быстрее Сработает Ну так Что Как я сказал В той Системе Ну Слушайте То есть С бюрократией В США Бороться Бесколе Бесполезно В этой системе А Трамп Он нифига Не боролся С бюрократией Он наоборот Делал ее Паразитической Причем В плохом смысле Паразитической То есть Коррупцию Всякую Разводил То есть Показывал Никчемность Неспособность Этой системы Бороться С ним То есть Противостоять Его Влиянию То есть Всячески Ее изнутри Разрушал Кадры Свои Ставил Короче Деграданские И так далее В общем Это еще То дерьмо Это еще То дерьмо Так вот Кстати У Китая Как я сказал В чем же Там проблема Проблема В экспансионизме То есть Если они Планируют Расширять Китай Собственно Там Завоевывать Чего-то Это первая Проблема Китая Почему Его стоит Бояться И почему Он такой Типа Плохой И Тоталитаризм Причем С Этим С Человеком Во голове То есть Как я Говорил Я считаю Что люди Не должны Править То есть Так же Как и США В каком-то Смысле Еще Менее Так скажем Они стабильны В этом деле Так Ну И тогда Что Будем Будем заниматься Еще Чем-то Рефайнинг Не Сегодня Да Не Сегодня Рефайнингом Занимаемся Кстати Я могу Сейчас Конвейн План дер Делать Это Интересно Так О чем Я говорю Я говорю О том Что Типа Какой-то Хрен Сидит Там И Ватников Разводит Вот Это Тот Сиху И То есть Цензура Опять же Там Жесткая То есть Слишком Жесткая То есть Именно Политическая Цензура Я о том Что Цензура В киберпарадигме Ее придется Иметь В смысле Того Чтобы Вражеские Государства Не влияли То есть Политическая Информация Должна Будет Фильтроваться По Источнику То есть Если Кто-то Там Пропагандирует Хотя Слушайте А Что Они Могут Пропагандировать Они Могут Пропагандировать Выгодные Себе Решения Вплоть до Того Что Как бы Если Ты Там Например Какой-то Конфликт У вас Государством То От Этого Государства Цензуру Включаешь Что Чтобы Это Государство Не вело Информационную Войну То есть Информационная Война Она Как бы Будет В будущем Еще Более Жесткой То есть Больше Применяться Поэтому Придется Создавать Средства Противодействия Ей И то есть В этом плане Цензура Даже В Кибер Парадигме Будет Но Кроме Политической Цензуры Я считаю Вообще Никакой Не должно Быть То есть Там Секс То есть Если Секс Показывать Не показывать То Просто Это Ну То есть Цензура На жестокости Секс Должна Быть Одинаковая То есть Что Ты Жестокость Смотришь Тебя Спрашивают Тебя Предупреждают Что Вот Здесь Жестокость И Типа Смотри Не Упади В Обморок Или Вот Здесь Секс И Типа Если Ты Маленький То Возможно Родители Будут Не рады Если Ты Это Увидишь Ну И Все Но Если Ребенок Даже Хочет Смотреть Секс То Пусть Смотрит Че Че Того Там Он И так Может Пойти Посмотреть Сейчас В интернете Но Только Типа Какие-то Даже Намеки С Ютуба Удаляются А между Прочем Я видел Очень Неплохие Эротические Ролики На Ютубе Которые Потом Запанили Ну То 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 Далее Ну Смешное В общем На самом-то Теле Уже В аниме Пихают Кучу Таких Сомнительных Вещей Фан-сервиса Где Типа Там Вот Эти Вот Анимационные Эротику Пихают И так Далее Но На Ютубе То Что В аниме Вполне Себе Присутствует И Является Допустимым На Ютубе Это Банят Почему-то То есть Какая-то Вот Фигня Что Типа Ты Можешь Расчлененку Выкладывать Ты Можешь Любить Там Жестокость Как Над Кем-то Издеваются Ты Можешь Кому-то Хуи В рот Засовывать Типа Ну Импровизированные Травля Она На Ютубе Никак Не Блокируется При Том Что Любой Эротический Контент Блокируется Хотя Или Там Окоэротический То есть Понимаете У нас Люди Считают Что Лучше Гадости Смотреть Лучше Как Б Все Это Жестокость Насилие И так Далее Чем Эротика Секс Больше Табуирован Гораздо Чем Эта Фигня Я Считаю Что Это Неправильно Это Дискриминация И то И другое Является Не Очень Хорошим Другое Дело Что Жестокость У нас Говорят Есть Потребность Жестокости И Чтобы Ее Удовлетворять Собственно Вы игры Играют Вот Эти Про Убийства И так Далее Поэтому Собственно С Появлением Интернета И Видеоигр В Общем То Количество Преступлений Падает Потому Что Люди Которые Может Быть Не Хотят По Разуму То Есть Вот Они Понимают Что Обижать Кого Это Плохо Но У Него Есть Потребность В Жестокости В Насилии И так Далее Природная Человеческая Потребность Ну Хотя Не у Всех Людей Я Думаю Она Есть У Меня Не Особо Хотя По Моему В этом В Переходном Возрасте Была А Может Это Из-за Каких-то Обстоятельств Но В общем То Прикол В том Что Это Нужно Удовлетворять Именно Чтобы Не Вредить Никому То Есть Жестокость Именно Вообще Запрещать Я считаю Не Нужно Но Следует Ее Точно Так же Табуировать Как И Секс Контент И При Этом Табуировать Его Далее А Просто Выводить Короче Табличку С тем Что Этот Контент Вам Не Подходит Не Показывать Эти Ролики В Рекомендованных Тем Аккаунтам Которые Зарегистрированы Не на 18 Плюс Пользователей Но Если Человек Уже Обходит То Пусть Обходит Слушайте Если Человек Как бы Завел Себе Аккаунт И Написал Что Ему 80 Лет Хотя Ему 12 То Все Что Он Увидит Все Что Ему Нанесет Какой Ущерб Ментальный Будет Знать Впредь А Если Не Нанесет Так В чем Тогда Проблема Если Нет Ущерба То Нет Никакой Проблемы Я Понимаете Так Вот Весь Этот Эстеблишмент Вся Эта Фигня У Нас Тоже В Рашке Тоже Отчасти Правит Не Только Путлер Но Еще И Номенклатура Рашкинская То Есть И Где Угодно То Есть Любая Демократия Современная Она Построена Именно На власти Вот Этих Чуваков Которых Избирают Или Бюрократия Которую Не Всегда Избирают Или Редко Избирают Или Вообще Не Избирают И Как Бы Говорить О том Что Ну Да В США Как Бюрократия Слишком Устоялась Из-за Того Что Там Всего Две Партии И Других Как Б Не Пускают Но С Другой С С Можешь Вступить Они Охватывают В себя Любые Инициативы Которые Ты хочешь Проявить Кроме Того Выходят Новые Люди Как Балатируются И Набирают Определенное Количество Голосов И Это Как Б Прикольно Ну То есть Эти люди Даже Если Они Не Победят На Выборах То Они Могут Использовать Свою Партию Для Достижения Каких-то Целей В своем Штате Например То есть Вот Получил Человек Сколько-то Голосов И он Уже Какое-то Влияние Имеет То есть За него Голосовали Значит Он Может Уже Например Там В сенаторы Павлотироваться Потому Что Видят Люди Что Как Бы Вот За него Проголосовали То есть На самом-то Деле В США Есть Возможность Войти В политику И Говорить О том Что Типа Вот В США Там Болото Ну Да Болото Но Слушайте Это То же Самое Как Говорить Сравнивать Капитализм Современный С Коммунизмом Времен Этого Времен Ленина То есть Ленинским Или там Маоизмом Каким-нибудь Фашизмом Вот таким Вот То есть Да Конечно Капитализм Штука Плохая Но Все Познается В сравнении И После того Как Отведали Членина Так сказать Некоторые Народы Пора бы Уже Было Или Сралина Какого-то Или Членина Кто Что хочет Тот Короче Отведывает Ну Ну В общем-то После этого Пора бы Уже Было Понять Что Да Бесплатный Сыр Бывает Только В мышеловке И Лучше Уже Потерпеть Капитализм Или Как-то Его Изменить Чем С Таким Говном Иметь Дело И Кстати Социализм Вот Говорят Что Социальное Государство Это Не Социализм Нет Это Еще И Какой Социализм Пенсии Это Социализм Бесплатное Образование Это Социализм И Кстати Бесплатное Образование Имеет Свои Минусы Пенсии Тоже Имеют Свои Минусы Особенно Если Она Не Накопительная А В смысле Того Что Ты Не Свои Деньги Получаешь А С Новых Короче Налогоплатильщиков Я Считаю Что Ты Должен Именно Копить Свои Деньги И Получать Их От Государства Пенсия Так Себе Типа Что Проживал Ну Хотя Слушайте Вообще Я считаю Что Должен Быть Базовый Доход А Если Типа Не хватает Базового Дохода То В таком Случай Ты Можешь Сам Себе Счет В банке Положить И копить Там И все То есть Пенсии Как таковой Быть Не должно Вместо нее Базовый Доход Всем Подряд За то Что Вы Такие Вот Хорошие Красивые Значит Ну И Собственно Потому Что Роботы Потому Что Гладиолус Потому Что Роботы А Где Тут Геи Геи Уже Есть Даже Красненькая Но Это Конечно У нас Будет Долго Мы Будем Качать Эту Всю Штуку Кстати Мне Уже Не Нужна Даже Вот Эта Чакра То И Те Эти Чакра Мне Больше Как Б Не Нужна Особо Так Ведь А Какие Чакры Мне Вообще Нужны Вот За 80 Тысяч Мне Уже Не Нужна Потому Что У меня Есть Так Вот То Есть В Принципе Мы Так Кого То Выбираем И Как Бы Есть Там Вот Это Тут Гос Аппарат В Принципе Этот Гос Аппарат Самое Лучшее Что С ним Можно Сделать Это Заменять Машинами И Переходить Кибер Парадигме Или Там Народовластью А потом Кибер Парадигме То есть Чем Народовластья Вот Это Мальцевская Отличается От Моей Кибер Парадигмы То Что Народовластья Это Прямо Сейчас Можно Взять И Внедрить То есть Не Нужно 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 Подготавливаться Несколько лет Не Нужно Программистов Кучу Нанимать Чтобы Они Писали Этот Компьютер То есть Народовластья Сохраняет Людей Именно Как Чуваков Которые Что-то Решают Просто Мы Видим Что Они Делают И Как Бы Эта Система Неэффективна Они Все равно Будут Пытаться Ну Как Неэффективна По С Если Просто Всякие Мальцевы Не узурпируют Власть И Не сделают Совершенно Другое Чем То О чем Говорят Поэтому Я Этого Тоже Не Исключаю Поэтому Я Нейтрально К нему Отношусь Идея Та Неплохая Но Он Собственно Себя С Членином Сравнивает А Членин Ни к чему Хорошему Как бы И не Привел Только К репрессиям И в итоге После Членина Идет После Мальцева Придет Какой нибудь Новый Путин Например В чем Проблема Потому что Никто не сможет Проконтролировать То что Будет Дальше Там Наверняка Кто то Затешится Скажем так Очень Такой Быдляцкий Очень Такой Хитрючий Говнюк Типа Как Сталин То есть В общем то Прибьется К этой Компашке Он будет Зачем то Ей нужен А потом Когда Нужно будет Он просто Раскроет себя И всех В общем то Конкурентов По власти Уничтожит И узурпирует И все Это так всегда Происходит Ну конечно Не гарантия Не гарантия Но Исключение Рассчитывать На исключение Это довольно Таки Сложно Поэтому Людям Никакой Власти Сразу Если Ты уже Нашелся Такой Хорошей Если Ты хочешь Добра То сам Откажись Тоже От власти Делай Сразу Переход К машинам И к Полной Этой Демократии Прямой Ну че Начинаем Это Или Что-то Другое Будем Зафигачивать 18 18 Вот здесь По 12 Вот здесь Есть 6 Тысяч Но Но это Жуайф Лайф Это Лайф Из Лайф Как поются Песни Да Лайф Из Лайф Как говорится Ну ладно Винт Тогда Давайте Прокачивать Тем более Это Этот Слушайте А Эта Нагата Не нужен Винт Совершенно Почему Потому что Он же Собственно Этот Говнюк У него Иммунитет Ниндзюцу То есть Нужно Что-то Попереставлять Здесь Эти Чакры Так Вот Как я Сказал Тут Очень Очень Спорное Все Кибер Парадигма Она Все-таки Переходная Форма Ну В смысле Наоборот Это Итоговая Форма А Чтобы К ней Перейти Нужна Подготовка Нужно Постепенно Сокращать Бюрократию Менять Законы Собственно Вот этот Эстеблишмент Нужно Убирать Постепенно Только Избранные Те Которые Вот Прямо Посвятили Себя Служению И то есть Ты вот Вот было у вас Народовластие Несколько лет Там 5-10 лет И Ты сокращаешь Тех Кто Хоть как-то Провинился И просто Сокращаешь Планово И потом Смотришь Эти чуваки Они на первых Модераторов Подходят Или нет То есть В итоге У нас будут Модераторы Которые Не будут Принимать Решение Но будут Так скажем Цензурировать Решение Которые Не соответствуют Нормам Так же Эти модераторы Должны Будут Написать Экзамены Для Будущих Модераторов То есть Для тех Кто будет Они Напишут Экзамены Сдаевая Которые Будут Новые Люди Приходить Туда И Тоже Цензурировать Так скажем Фильтровать Законопроекты Которые Будет Принимать Народ Так вот Это Все Очень Очень Спорно Сложно И так далее Так Здесь Цен Давайте Качать А то Че Я не могу Одновременно Думать Говорить И Что-то Делать Это Проблема Это Большая Проблема Но я Надеюсь Вы не Сильно Напрягаетесь Людям Доверять Никогда Нельзя Те Кто Хотят Людей Во власти Это Зачастую Чуваки Которые Хотят Заниматься Коррупцией Или Чего-то Подобного Делать Так У нас Корч Есть Поэтому Давайте Удалять Ну Потому Что Типа Да Люди Это Необходимость Но В принципе У машины Нет Эгоизма Именно Поэтому Машина Идеальный Правитель Она Служит Народу Что-то В нее Запрограммировал То она И будет Выполнять А если Программирует Народ И без И без Воли Народа Ничего Нельзя В нее Запрограммировать То Значит Она Идеальна Максимально Эффективна Но В Китае Вы смотрите Там Над Народом